всем привет ну вот тот самый долгожданный момент в кавычках когда вы подходите к дверям точнее пассажир подходит а они не открываются при этом защелка открыт ну будем разбираться итак дверь открыли внутри значит чтобы снять карту в первую очередь убедитесь что ее уже не снимали вот мою карту уже снимали не этого заметил по вот этому шурупу он не штат понятно что этот шуруп сюда кто-то прикрутил ладно хорошо в первую очередь нам нужно будет снять кнопку управления дверью для этого поддеваем ее сзади можно руками можно отверткой и кстати есть довольно интересный момент на двери водительской блок управления снимается спереди вот так подделяем вытаскиваем здесь нам нужно всего лишь на клемму снимается очень просто нажимаете вот здесь двух сторон и вытаскивать ее так теперь мы снимаем вот эту вот ручку для этого берем отвертку и поддеваем значит вот эта нижняя часть она снимается в последнюю ручку поэтому пробуем поддеть нам надо что-то где-то получелкивалась увидели на движение я просто вставлял она снимается в последнюю очередь потому что здесь есть такая вот . мы соответственно вставляется она тоже сюда так теперь мы снимаем вот здесь вот сверху есть вот такая вот защелка ее просто вот таким вот образом вытаскиваем она на чем-то там стоит но у нас там будет болт вон он болты здесь вообще-то е27 ну как видим у меня здесь болт какой-то непонятный стоит но стоит конструкция странная здесь дальше болтов вообще нет какие-то этикетки ну да ладно выкручиваем болты еще рекомендую очень вам вот такой вот телескопический магнитик ссылку на него я оставлю в описании значит но он нам нужен для того чтобы эти болты доставать ну соответственно вот так шурупы так раз шурупы и два шуруп вот отсюда вот так мы его достали посмотрите держится отлично вещь очень хорошая вот видите вот такой же болт должен стоять вот здесь один в один но резьба здесь на 10 если вдруг нет болта на 10 если нет такого прям болта ставьте другой любой обычный на 10 на саморезы здесь это недопустимо вы ими побьете резьбу так поехали дальше значит вот этот вот здесь вот у нас стоит на е20 вот такая насадочка и такая же насадка у нас здесь саморез вот так дальше самое интересное друзья нам надо будет снимать вот это и снимать динамик берем тоже отверточку и вот так аккуратненько поддеваем как видите это просто пластмассовые защелки она довольно мягкая вот здесь даже была когда-то вот такая штука чтобы было удобнее снимать вот этой штукой ставим вниз далее нам надо с вами открутить динамик вот здесь вот четыре болта на е20 это у нас шурупы автомобиль кто еще не прочитал название Renault Duster двухлитровый ну там наверно пофигу какой размер она наверно везде одинаковая вытаскиваем динамик и снимаем его клемму тоже довольно просто снимается откладываем его в сторону ну такое дело да я делаю как бы ну как надо по музилке ну а то что тут она раньше снималась и сделана сейчас непонятно как это уже дело десятое значит теперь что тут по идее все должно сидеть на герметике но я так понимаю что у меня оно не сидит на герметике хватаемся за обшивку и начинаем ее снимать ага у меня еще один болт вот такой вот саморезище вот он он стоял у меня почему то вот здесь пальцами только там клик там клик есть есть вытащили так и здесь еще у нас штангер на ручку на ручку 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 вот так вот друзья открываем немножко немножко ручку и она вытаскивается значит вот обшивка смотрим клипса какая то упала но в общем то остальные все клипсы на месте в чем же прикол почему почему у нас не работает не работает не работает вот этот вот ручка вот я максимально подлез сюда значит попробую заснять конструкция такая вот она ручка вот вы ее нажимаете с другой стороны и вот этот петушочек опускает вот этот вот штырочек вниз и таким образом открытие происходит вот видите это все соскочило и насколько я понял вот это вот пимпочка которую я нашел она отсюда она просто соскочила ставим ее назад но чтобы вставить нужно быть просто блин богом не получается у меня вставить поэтому снимаем ручку будем вставлять в ручку отдельно значит вот эти два болта раз и раз они на десять откручиваем и один саморез с другой стороны так открутили теперь переходим на вот эту сторону задираем ручку откручиваем вот этот саморез ну ручка как бы отцепилась но выходить не хочет поэтому ее нужно вот так вот как бы открыть придерживая пальцем и вот как бы вот так вот немножко снять теперь мы вставляем ну все ж таки вот она вот она вытаскивается все таки есть шанс потом ее опять потерять поэтому рекомендация вот сюда вот что-то загнать вот и ну и запомнить про это итак друзья ну вот все получилось значит смотрите что я туда загнал значит есть такие пластмассовые стяжки это кусочек этой стяжки он туда отлично зашел и и я немножко его сверху помазал герметиком чтоб он там лежался герметик Виктор Рейнс чудо герметик ссылку на него тоже вы получите в описании так видите вот все защелкнулось все встало но дело в том что она регулируется теперь наша задача закрутить ручку и проверить как это все работает прикручиваем обратно болты регулируется она очень просто значит вы ее вот этот вот сам механизм сейчас вот так его вот так в сторону чуть-чуть получается в сторону самой ручки толкаете просто чуть-чуть на него нажимаете и регулировка происходит в автоматическом режиме закрылась и открылась и открылась и открылась и в самом почти в конце видите так а в этой двери интересно где ну тоже в самом конце ну да и бомж с ним нормально так ну и сборка друзья ну все как бы вот сколько роликов смотрю сборку говорят сделайте в обратном порядке такое впечатление что впадлу было снять мы будем снимать сборку потому что это важно ну во первых я кстати не показывал я убирал вот эту вот штангу потому что она реально мешала во вторых поставили ее назад вот она там ходит во вторых нужно затянуть вот наши гаечки в третьих друзья надо обязательно проверить ничего ли мы вот там вот не забыли ничего ли там не осталось прям не поленитесь залезьте туда рукой прошу уйдите потому что потом будет там тарат булькать а вы будете в шоке опять придется все разбирать так ну вот по тому как здесь сидел герметик могу сказать что он сидит вот досюда вот отсюда вот отсюда и досюда но он тут сидел только при заводе здесь есть ли он да есть ну когда я снимал ну такого чтоб там особо был герметик я не заметил что друзья ну по феншую покупайте вот он прекрасно отходит а вы себе покупаете новый и ставите ну это по феншую а я так делать не буду что может быть я и не прав но я буду ставить на этот герметик на старый вот кстати еще кусочек герметика тут запас вот он вот такой вот запасной кусочек герметика нам оставили производителя или те кто здесь уже лазил ставим обратно карту дверную так до этого не забыли о том что у нас тут истанга которая нужно посоединять посоединяем ее поехали ставим ставим клипсы друзья нам не усердствуйте но и не но не переборщить ваз но и не докрутить тоже нельзя потому что иначе он будет резко биться кусарка так ну и эту хорошо дотянули дальше защелкиваем здесь здесь ставим обратно нашу клему и вот туда и наоборот ее можно поставить медленно то есть вы ее нащипетесь так здесь вот это место вначале вверх вставляем и потом защелкиваем нить вот так есть и вставляем вот эту вот ну вот как-то так все стало но и в оконцове ставим ручку и начинаем вот отсюда снизу снизу поставили немножко ее поправили и теперь она должна у нас зайти в свои основные и дальше просто мы ее защелкиваем отлично супер так что по болтам да ничего не осталось все отлично ну по инструменту еще раз ребят что мне понадобилось тряпка ручка телескопичка парочку отверток удлинитель для отвертки такая отвертка и 3 биты на 10 на е ну на 10 обычной е27 и е20 а и трещоточка я ей откручивал болты ремонт обошелся мне в ноль рублей ноль копеек единственное что инструмент ну он должен просто быть у каждого водителя вот такой вот обзор ребят всем спасибо всем удачи в ремонтах всем пока и и